Возможно, что заказчик детеныша расы Йоды является Сноу. Вот он на связи! Сегодня я расскажу тебе про интересные факты сериала Мандалорец, а также про вооружение самого наемника. Обязательно подпишись на канал, давай мы уже добьем 5000 подписчиков. Ну и поставь, пожалуйста, свой смачный лайк. А тебе желаю приятного просмотра. Если ты еще вдруг не смотрел сериал Мандалорец, то закрой этот ролик, потому что здесь имеется множество спойлеров. Ну и давай начнем с того, что я разделил видос на два блока. Первый блок это про вооружение Мандалорца, а второй блок про интересные факты о сериале. Начну я, пожалуй, с оружия. К сожалению, русская комьюнити Звездных Войн спит, и мне пришлось искать информацию о вооружении на иностранных форумах, а также выглядывать все самому. Давай начнем с основного оружия Мандалорца. Это длинная винтовка, но что это за модель? Открой тебе тайну, это оружие в Star Wars уже было, а именно в пятом эпизоде у Тусканского райдера. Неожиданно я такое услышать, правда? Да, возможно, наемник прибил райдера во время какого-нибудь заказа и отнял винтовку. Ну или же просто банально купил. Его винтовка отличается только двумя пределанными штуками на конце оружия. На шестой минуте 50 секунде первой серии мы с тобой можем увидеть, как Мандалорец с помощью этих штук отгоняет монстра. И отсюда мы с тобой можем понять, что это электрошокер. Ну а также Мандалорец на протяжении первой серии ни разу не использовал его в качестве настоящего огнестрельного оружия. Максимум в качестве бинокля, ну и как я говорил уже ранее, электрошокера. Но как по мне, по первой серии ничего судить нельзя, так что говорить я лишнего ничего больше не буду. Также в арсенале Мандалорца имеется его любимый бластерный пистолет DE-10. А почему любимый? Да потому что его как раз таки Мандалорец все время и использует на протяжении первой серии. При столкновении в баре, в перестрелке с бандитами и в конце, когда он убил дроида-наемника. Еще он использует, не знаю как правильно называется, но назову его Кнут, который кстати использовал также Джанго Фетт при дуэле с Оби-Ваном. Ну и еще у него имеется ручной огнемет. Ну а теперь мы перейдем к довольно интересным фактам. Первый факт, возможно, потрясет всех фанатов Звездных Войн. В конце первой серии мы увидели ребенка расы Йоды. Да, многие, наверное, подумали, что этот ребенок является сыном или дочкой Йоды. Но нам с тобой известно, что этому существует 50 лет. Империя просуществовала, ну, максимум лет 30 от силы. Получается, что этот детеныш был рожден при Галактической Республике, а в то время еще имелся Орден Джедаев, который, кстати, запрещал иметь абсолютно всем джедаям без исключения семьи и тем более детей. Так что получается, что Йода не мог иметь детей, и отсюда следует, что этот малыш не его отпрыск. И я уверен, что, скорее всего, в сериале Мандалорец нам расскажут, наконец-таки, подробнее о расе Йоды, а, возможно, даже и ее название. Второй факт является неточным, но довольно интересным. Возможно, что заказчик детеныша расы Йоды является Сноук. Но почему, сейчас я объясню. Как нам с тобой известно, в это время империя распалась и была очень нищей, так как даже имперские кредиты были обесценены. Эту сцену нам даже показывают, когда с Мандалорцем пытаются рассчитаться имперскими кредитами, но тот отказывается. Так вот, как нам с тобой известно, Сноук был очень влиятельным и богатым персонажем. И мы видим, что имперский офицер платит Мандалорцу, ну прям, очень чедро. Что Мандалорец даже удивился. И его подруга, мать или сестра, нам пока неизвестно, сказала, что это необычно редкий сплав и очень-очень чедрая награда. Возможно, Сноуку понадобился этот малыш не спроста, так как это сородич очень великого джедая Йоды. А также, возможно, что именно эта раса обладает особой чувствительностью к силе. Ну и третий факт относится напрямую к самому Мандалорцу, а точнее о его характере и его имени. Все знают, что Мандалорцы очень гордый народ, и честь за них стоит превыше всего. Недавно я читал книгу Репаблик Команда Огневой Контакт, где прекрасно это, кстати, показано. Такой же наемник Мандалорец по имени Хокон отправился к доктору, которая поведала ему о том, что солдаты Галактической Республики это клоны популярного и самого результативного мандалорского наемника Джанго Фетта. Это было оскорблением для Хокона, и тот сказал, я подпишу контракт, даже если вы мне не заплатите. Так как клоны для него были простыми рабами, что и являлось в какой-то степени унижением для мандалорского народа. Тут мы и видим спыльчивый характер мандалорцев, а спыльчивость, кстати, всегда может повлиять на поворот событий. И да, давай теперь я тебе расскажу про имя Мандалорца. Исполнитель главной роли Педро Паскаль дал интервью по случаю выхода первого эпизода на платформе Disney+. В нем он якобы случайно раскрыл имя своего персонажа, и если верить его словам, то охотника за головами зовут Дин Джерин. Неясно, была ли это случайность, или Паскаль сам придумал такое имя для героя. Что ж, друг, если тебе ролик показался достаточно интересным, ты можешь подписаться на канал и помочь мне набрать 5000 подписчиков. А также поставить свой смазь лайк, чтобы ролик продвинулся в рекомендованный. Зараня тебе огромное спасибо. Ну а с тобой было, то пока. Субтитры сделал DimaTorzok